Привет, вы на канале ProCuber и здесь я рассказываю про кубики Рубика, другие головоломки, обучаясь сборке этих самых головоломок, а также рассказываю про все, что связано со спидкубингом. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх, пишет комментарии, жмет на колокольчик и подписывается на канал. Это очень заряжает и помогает делать новые видео еще интереснее и чаще. Так, у меня еще есть одна посылочка, которую я уже благополучно вскрыл и вот в ней такие вот головоломки от MoU, сейчас поближе на них посмотрим и я все про них расскажу. В этом видео речь пойдет в основном о двух крутых новинках от MoU, которые уже со дня на день можно будет приобрести у моих друзей из проекта speedcubes.ru. Помимо этого у них огромный выбор головоломок на любой вкус и бюджет, у них самые низкие цены на VCA головоломки в стране, а также есть акция найди дешевле, выполнив условия которой можно еще дополнительно получить скидку. А если вы не хотите заморачиваться и просто сэкономить, то используйте мой пробокод на скидку 10%. Не забывайте выбрать полезный подарок, который полагается каждому заказу, оформленному через сайт. А если вы хотите ознакомиться с ассортиментом вживую, то добро пожаловать в любой из двух шоурумов в Санкт-Петербурге, в которых грамотные спецы придут на помощь и помогут подобрать нужную головоломку. Первая головоломка по-моему называется Maple Leafs Cube, если я не ошибаюсь, от фирмы MoU из серии Maylong. Сразу могу сказать, что она сделана из матового пластика, она чуть-чуть меньше, чем я ожидал, она размером где-то, наверное, 25 мм. Если мое чутье не ошибается. Как она крутится? Ну, как скидк крутится. Что-нибудь здесь можно сделать? Нет, нельзя. Все, значит, в таком положении кубик блокируется. Значит, докручиваем как скидк. А как крутить вот эту половинку? Я пока не чуть не разобрался. Скидк-то понятно. А, все, вот. Вот, вот, понятно. Короче, на пересечении вот этой фигни куб не блокируется, блокируется лишь основная вот эта вот грань. А вот как раз-таки разблокируется вот другая сторона. Любопытная головоломка для тех, кому надоели простые кубы, прям офигенно. В общем, тут как бы идея в том, что нужно собрать головоломку внутри скидка. То есть вот этот цветочек, это как раз-таки и есть головоломка внутри скидка. То есть они как бы собираются отдельно, а после этого, когда соберется вот этот цветочек с элементами, нужно просто будет собрать скидку. В принципе, идея мне понятна. Хорошая головоломка, чтобы скоротать себе вечер, если вам все надоело. Напоминает предыдущую головоломку от Мую. Я уже забыл, если честно, как она называлась. Предыдущая головоломка называлась Plum Minx. Мне кажется, они похожи этой некой ветвистостью и лепестками. Забегая вперед, хочу сказать, что мне эта головоломка из всех понравилась больше всего. Мне понятен ее механизм, как она работает. Идея головоломки внутри другой головоломки мне тоже понравилась. Раньше я вроде бы ничего подобного не крутил, хотя я не уверен. Очень важным для многих будет ее невысокая цена. Для тех, кто не знает, Мую выпустили ультрабюджетную серию Мейлонг. Это еще дешевле, чем бюджетки, но при этом качество сохранилось или даже стало выше. Соотношение цены и качества дико крутое. Вообще вся серия Мейлонг топ. Ставьте лайк и пишите комменты, если со мной согласны. За этот скьюб мне уже не стыдно, в отличие от того, который собирают за пару секунд на соревнованиях. Тот вообще не интересный, в отличие от этого. И этот факт признают абсолютно все, и даже те, кто очень быстро собирают. Простой скьюб совершенно не вариативный и прямолинейный. Пусть Маппл Ливс скьюб не является скоростной головоломкой, но здесь нужно проявлять смекалку и терпение. И только тогда получится его собрать. Потому что Маппл Ливс скьюб это обычный скьюб на максималках. Честно говоря, очень классная головоломка и мне очень понравилась. Перейдем к следующей. Это по-моему называется Polaris Кьюб. Я так понимаю, в честь полярной звезды, потому что основная вот эта штука, она в форме звезды. Так как крутится у нас этот кубик, он крутится вот так. А как еще? Так, понятно. А что делать? А как его замешать? Нет, это уже не все. Во, все. Я понял. Тут какая-то хитро сплетенная схема, когда нужно вот повернуть уголки именно таким образом. И после этого разблокируется еще одна плоскость. Ну, понятно все. Такая непростая тема. Так а какая плоскость у нас эта блокировалась? Которая как раз таки разрезает пополам. В общем, нужно смотреть по этому сечению. Вот поэтому. Когда все элементы совпали. А вот эта штука уже у нас получается блокируется, да? А нет, нет, не блокируется. Можно крутить? Да, причем в любом направлении. А вот когда я как бы ставлю на место эти элементы, оно как раз таки нам блокирует это сечение. И вот когда оно вот так, я могу крутить. А в другом сечении уже не получается. Ну, понятно. Тоже идея тоже очень любопытная. Опять же, если вам надоело все стандартное и вы хотите что-то другое для того, чтобы поломать свой мозг. В принципе, мне понравилось. Предыдущая головонка мне понравилась больше, чем эта. Если вот по-честному брать. Не знаю, вам какая нравится больше. Напишите в комменты две такие довольно красивые штуки. Стоят, в принципе, они тоже недорого. Но эти головоломки лучше, конечно, собирать, если уже умеете собирать. Три на три. Вот эту уж головоломку можно собирать, умея собирать с кьюб, я думаю. И три на три. Я не думаю, что какие-то еще знания нужно, чтобы собрать вот эту штуку. А вот чтобы эту собрать, я пока не знаю, что нужно уметь. Поэтому я пока ее и не запутал. Потому что не уверен, что соберу с первого раза. Но надо пробовать, конечно. А Polaris Cube, напротив, мне как-то уже меньше зашел, чем Mapple Leafs Cube. Многим он тоже может понравиться, но почему-то у меня с ним химия не сложилась. Центральный вот этот вот слайс, он меня прям напрягает сильно, когда нужно подкрутить четыре угла, и только потом делается слайс. Это абсолютно не моя тема. Темп сборки, что ли, вот это все у меня сбивает, и я забываю, что я делаю. Визуально мне Polaris понравился даже больше, чем с Cube, но вот по вращению как-то для меня не очень. Эта головоломка более мозгозрывная, как мне показалось. Этот средний слайс на 180 градусов, он все путает сразу, и тяжело контролировать, что происходит на кубе. Этим обусловлена сложность, и мне на первый взгляд показалось, что Polaris посложнее. Но многим как раз может быть такие и нравятся. Эта головоломка тоже из серии Meelong. А это значит, что у нее огромный плюс в виде хорошего качества и невысокой цены. Что для таких неспортивных головоломок очень важно, потому что их выходит очень много, а покупать небюджетные головоломки, которые никто не планирует крутить каждый день, получается очень накладно. И перейдем к третьей коробке. Это у нас вот такой кубик. Это Meelong, но это не обычный Meelong. Это Meelong с таймером. Такая неоднозначная вещь. Кубик с таймером. У нас выпадает отвертка, еще один уголок и батарейки. Вот такой уголок с таймером. Тут кнопочка есть. Вот кнопочка. И тут внутри должны быть, я так понимаю, батарейки. Да, вот есть винт, который нужно открутить. Да, вот винтик. Значит, теперь уголок разбираем. Тянем за этот белый элемент. И вот сюда, я так понимаю, да. Микросхема, таймер. Сюда вставляются батарейки. Так, таймер не засветился. Значит, либо я неправильно батарейки вставил, либо они не рабочие. Чтобы это проверить, нужно просто вытащить батарейки и перевернуть их. Так, вот все. Таймер загорелся. А это значит, что можно уголок собирать и засовывать его в кубик. Потом вытаскиваем уголок точно такого же цвета, как у нас был. Зеленый, белый, красный. И вставляем его. Как надо. И потом засовываем назад ребро. Зачем нужен такой кубик? Не очень понятно, да. Наверное, у каждого человека всегда с собой есть телефон. Всегда есть таймер на телефоне. Ну, я не знаю. Я не могу себе представить ситуацию, когда мне нужно засечь время. Собрать на таймер. При этом, чтобы таймер был в кубике. Ну, раз такое есть, пусть будет. Таймер запускается долгим нажатием на кнопку. Нажимаем. Там вот идет отчет. 2, 1, 0. И после этого, как мы отпустим, таймер запускается. Допустим, вот я собрал кубик. Вот я собрал. И снова я жму. Получается, вот, за 7 секунд я собрал. Сделал OLL, PLL 7 секунд. Вот такая тема. Ну, какая ситуация может быть, когда этот таймер необходим? Когда этот таймер пригодится? Я не знаю. Если попасть на необитаемый остров, например. И там нет ничего. Ни телефона. Есть только кубик. Именно этот с таймером. Ну, вот. Единственная ситуация, которая может с вами случиться. И вам понадобится этот таймер. Эту идею уже реализовывали другие ноунейм бренды. Но она не очень, честно говоря, полезная, на мой взгляд. Ну, есть и есть. Ладно. Как бы прикольно. И, в принципе, на этом все. Кубик-то сам нормальный. Это обычный Мэй Лонг, который я уже отвалил однажды. Хороший кубик для новичков. Этот таймер, кстати, он абсолютно никак не мешает. Вообще. Он не заметен. Он не чувствуется никак. То есть, уголок не тяжелее от этого не стал. Мене удобным кубик не стал. То есть, в принципе, этот таймер не мешает. Нужен он вам или нет, решайте сами. Мне, как бы, не особо. Лично я предпочитаю крутить на кубиках таймером на телефоне. И там же есть и скрамбл. И по скрамблу тренироваться гораздо удобнее. Но этот таймер, это, скорее так, баловство. Для тех, кто никак не связан со спидхобингом, а вот просто пытается, там, не знаю, собирать на время. Ну, так, прикольная штука. Тем, кто не особо разбирается, я думаю, может быть, даже зайдет и... Как прикол, не больше. Лично мое мнение. Большое спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, как-нибудь его оцените. Лайк, комментарий, подписка, колокольчик. Больше контента от меня можно получить в моих соцсетях, ссылки на которые можно найти в описании. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok